Очередное заседание Общественной палаты Оренбургской области было посвящено вопросам обеспечения лекарствами пациентов, страдающих социально значимыми заболеваниями. В рабочем совещании приняли участие представители Министерства здравоохранения и депутаты Законодательного собрания области. Подробности Ольги Сиротиной. Тема заседания была выбрана не случайно. Льготное лекарственное обеспечение постоянно вызывает общественный интерес, поскольку касается наиболее социально незащищенной категории граждан – пожилых и инвалидов. За последние три года ситуация с лекарствами значительно изменилась. В нашем регионе действуют четыре целевые программы, в финансировании которых принимают участие федеральные, областные и муниципальные бюджеты. Препараты выпускаются с каждым годом более новые, более качественные препараты. Если мы применяли два-три наименования при лечении одной нозологии, то сейчас это десятки наименований лекарственных средств. Особое внимание пациентам, страдающим социально значимыми заболеваниями, такими как туберкулез, ВИЧ-инфекция, сахарный диабет, вирусные гепатиты, онкопатология. Их в области более 100 тысяч человек. Финансирование лекарственного обеспечения данной категории граждан только в прошлом году составило свыше 800 миллионов рублей. Огромная работа проводится Министерством здравоохранения Оренбургской области, фармакокомитетом, их руководителями, правительством Оренбургской области. И, безусловно, очень много положительного в решении данных проблем, особенно последние три года. Но это не снижает проблемы в целом. Проблемы действительно есть. И одна из них, которая активно обсуждалась на заседании общественной палаты, это отказ части льготников от социального пакета, гарантирующего право на получение бесплатных лекарств. Тяжело больной. Ему нужны дорогостоящие лекарства, которые не каждый может позволить себе приобрести эти лекарства. И вдруг он отказывается от этого пакета. Значит, есть причины? Нужна информация. Нужно просто этих больных вести. Нужно рассказывать и объяснять нашим льготникам, что поведет после того, как они откажутся от соцпакета. Этим вопросом, как депутат, я занимался. И как главный врач. Рассказывал, убеждал. Да, процентов 70 понимали, процентов 30 не понимали. Но потом, когда сталкивались с проблемой, приходили, ой, сыночек, извини, вот я не поняла, а обратной дороги, извините, нет, ждите. Среди других основных причин отказа льготников от соцпакета участники заседания назвали отсутствие необходимых лекарств в льготном перечне, нежелание замены медикаментов на аналоги, удаленность аптеки льготного отпуска. Члены общественной палаты внесли ряд предложений правительства Оренбургской области по улучшению работы по льготному обеспечению. Необходимо усилить контроль за своевременными закупками, за рациональным назначением льготных медикаментов. Также стоит упростить процедуру выписки рецептов, в том числе организовать это на дому для немобильных пациентов.